Всем привет! На связи Илья Хестракторович. Сегодня у нас эпоха Николая Первого, так что давайте будем разбираться, ну и не затягивать, потому что я тут смотрю, политическая сфера, 82 пункта, становится даже немножко странно и страшно, тревожно, печально, не знаю, а может быть наоборот, может быть там всё красиво, весело, ну, стопудово половина из этого будет Крымская война. Итак, духовная сфера. Что мы с вами должны знать? Вообще, давайте-ка вспомним, что Николай Первый приходит к власти аккурат в восстание северного общества, поэтому, конечно же, ему сам Бог велел устраивать политику реакции, закручивать цензуру, ну и, в общем-то, всячески бороться с проявлениями больнодумства и революции. Поэтому, чугунный устав 1826 года, почему он был чугунным? Потому что был очень жёстким, но, правда, через два года его смягчат. Опять же, цензурный устав – это ограничение свобод слова, ну и насаждение цензуры. Устав низших и средних учреждений, 1828 год, сословная организация образования. Смотрите, с одной стороны, в стране явно растёт потребность в образованных людях, потому что именно при Николае начнётся промышленный переворот, такой ощутимый. Да, потому что, конечно же, конечно, это всё будет нарастать, но при Николае это всё уже оформится в промышленный переворот. И всё это, с одной стороны, требует как раз-таки образованных людей, а с другой стороны, правительство Николая I всячески стремится ужесточить контроль над сферой образования. Ну и устав низших и средних учебных заведений как бы оформил сословный характер учебных заведений. Что это значит? Он закреплял сословную структуру. То есть, вот ты из низших слоёв населения, пожалуйста, топай в приходские школы. Ты горожанин недворянского происхождения, пожалуйста, топай в уездное училище. Ты, соответственно, дитё дворянина или чиновника, пожалуйста, топай, соответственно, в гимназию. То есть, другими словами, система образования как бы есть, но она очень сословная, и поэтому эти ограничения мешали выходцам из низших сословий продвигаться дальше по ступеням образования. Также в духовной сфере появляется как ответ, скажем так, вольнодумству в обществе теория официальной народности. Составил её Уваров, министр просвещения. Соответственно, триада Уваровская – это православие, самодержавие, народность. То есть, вот именно на этих трёх столпах, в общем-то, официальная мысль и держалась в XIX веке. Это будет до падения фактически Российской империи основой, ну, можно сказать, государственной идеологии в Российской империи. Ну, и мрачное семилетие. 1848-1855 – это период, когда наиболее жёсткие были ограничительные меры в эпохе Николая I, когда запрещали выезжать за рубеж, когда запрещали ввозить иностранную литературу. Ну, и, в общем, очень-очень трепетно относились ко всему, что выходит в печати, ну, и всё, что в общественном мнении циркулирует. Вот. Следующее у нас в Николаевской, вот он, смотрите, какой красавчик, в Николаевской эпохе сфера экономики. Там 14 пунктов, давайте посмотрим, что же тут у нас. Во-первых, конечно, начало промышленного переворота, об этом мы только что сказали. Урбанизация, потому что вокруг тех самых предприятий люди селились и так стали возникать и разрастаться города. Развитие путей сообщения, железные дороги. Вот, смотрите. Во-первых, 1808-811 – это ещё при Александре I возникает Мариинская-Тихвинская система каналов. Затем первый пароход, 1815 год, ну, а уже при Николае I у нас что? Первая железная дорога. Петербург-Царское село – это 1837 год. Затем Варшава-Венская железная дорога, 48-й год. И Николаевская железная дорога из Москвы в Петербург. Ну, или из Петербурга в Москву, 1851 год. Так что Николай I – это железные дороги. Кроме того, на императорство, можно так сказать, Николая I, пришлась денежная реформа Конкрена. Суть заключалась в том, что правительство нуждалось в крепком рубле. Были уже бумажные ассигнации. Соответственно, это всё приводило к инфляции. Это всё приводило к тому, что рубль был нестабилен. Его нужно было привязать к какой-то единице, которая очень ценилась, чтобы можно было привлекать иностранные инвестиции. В том числе так появился серебряный рубль. Потому что серебро было в ходу. И до конца, соответственно, XIX века серебряный рубль по реформе Конкрена будет сохраняться. А в конце XIX века произойдёт падение ценности серебра. Поэтому рубль обвалится. Ну, и для того, чтобы рубль, в общем, сохранил свою крепость и инвестиционную привлекательность, его уже серебряный рубль заменят на рубль золотой. То есть, серебряное содержание на золотой. Ну, а также при Николае сохраняется феодально-крепостническая система. При этом натуральное хозяйство, конечно, разрушается. Растёт отходничество. Отходничество предполагает, что крестьянин уже не может на земле заработать денег. И он уходит на заработки куда-нибудь. Часто эта работа была временной, сезонной. Например, на заработки в город. Вот он, собственно, крестьянин-отходник. И система отходничества. Ну, в терминах, наверное, ещё попадётся всё. Так, промышленный переворот, урбанизация, пути сообщения, денежная реформа Конкрена и сохранение феодально-крепостнической системы. Да, это вот экономическая сфера при Николае Первом. Следующая сфера у нас социальная. И тут-то мы, наверное, поговорим про крестьян. Ну, должны, в общем-то. Но начнём, давайте, сверху. С политики в отношении дворянства. Во-первых, 1845 год. Указ о майоратах. Это чем-то, чем-то напоминающий указ Петра Первого. Майорат – это, собственно, большое крупное имение. Николай Первый пытался, в общем-то, сохранить дворянское владение поместное. Была цель создать несколько десятков крупнейших имений в Российской империи, которые бы регулярно поставляли хлеб. То есть, суть заключалась в запрете дробить имения, но это ни к чему толком не привело. И, в общем, дворянские имения будут дробиться, дворяне будут нищать, ну, и вырождаться. Повышение имущественного ценза при участии выборов в дворянское собрание. Ну, то есть, чтобы только богатые дворяне пополняли дворянское собрание, занимались самоуправлением, потому что именно богатому дворянству есть что терять. Приём в средне-вышеучебные заведения только для детей, дворян и чиновников. Ну, это вытекало, в общем-то, да, из устава учебных заведений, 28-й год. Ну, и ограничение доступа в дворянское сословие. Вот, пожалуйста, что у нас тут? Сословие почётных граждан, 1832 год. Чтобы хоть как-то поддержать дворян, но при этом выделить людей, которые тоже чем-то значимы для Российской империи, появилось вот это самое сословие почётных граждан. Это привилегированное сословие, почётный гражданин. Это звание присваивалось людям не дворянского происхождения и освобождало их от прикрученной, от подушной подати, от телесных наказаний. Но тем самым мы видим, что императорский двор, император пытался хоть как-то сохранить привилегии дворян. В общем, не допускал дворянства всё новых и новых людей. Ну, вы же ещё понимаете, что людей становилось всё больше. Вот, а дворяне всё беднее и беднее. Дальше у нас тут реформа государственной деревни генерала Киселёва. Смотрите. Министерство государственных имуществ этим занималось. Идея заключалась вообще в очень здравых-то вещах. Идея заключалась в том, чтобы, во-первых, внедрить элементы крестьянского самоуправления, а, во-вторых, наладить инфраструктуру в... Это мы сейчас говорим, конечно, государственной деревне. То есть это крестьяне, которые проживают на казённых землях. Это не крепостные, не частновладельческие. Вот. Там создавались школы, больницы. Но это приводило... То есть, знаете, с одной стороны, идея классная. То есть цель была показать, что крестьяне могут, в общем-то, и сами управлять своей жизнью. А с другой стороны, у этой идеи была обратная сторона. Потому что за крестьянским самоуправлением следили. Ну, естественно, чиновники. Поэтому никакого самоуправления не было. Ну, а также насаждались общественные запашки. То есть крестьян заставляли... Собирали вместе, заставляли сеять какие-то сельхозкультуры, которые крестьяне не понимали. Ну, это вызывало определённого рода недовольство. Вот, в частности, картопельные бунты. То есть для крестьян еда, которую сажаешь в землю, какая-то картоха, которая ещё... Ну, то есть, понятно ли, сажаешь в землю, оно вырастает, и ты вот снаружи ешь. А когда оно в земле растёт, это же адский какой-то вообще плод. Как можно это есть? Это же можно в чертях превратиться. Ну, как вы понимаете, люди были не всегда образованы и агрессивны. Кроме того, указ об обязанных крестьянах 42-го года. Это указ, который освобождал, ну, в пожелании помещика крестьян без земли. Ну, и за пользование землёй крестьяне должны были или были обязаны нести определённые фиксированные повинности в пользу помещика. Ну, и тоже указ об обязанных крестьянах не снискал большой любви у помещиков. То есть помещики всё-таки стремились содержать, что называется, своих крепостных в руке. Ну, и никто не хотел их отпускать. Хотя, мы, может быть, в политической сфере об этом поговорим, что при Николае Первом-то как раз и начинается разработка секретных комитетов, которые должны были обсуждать вопросы отмены крепостного права. Кроме того, 47-й, 48-й год, инвентарная реформа в западных губерниях. Это чёткие размеры наделов и повинностей. Ну, то есть это такие шаги к ослаблению крепостного состояния. Ну, и в данном случае в социальной сфере польское восстание. Ну, пусть будет польское восстание. Хотя это, наверное, сфера больше политическая. В общем, поляки, народ мятежный, решили они в 32-м году, в общем, бороться за свою независимость. И в результате добились того, что восстание, естественно, было подавлено. Конституция царства польского, которую давал Александр I, была упразднена. Ну, и кто давил восстание? Запомните, пожалуйста, Дибич и Паскевич. Вообще, Паскевич – это бог войны эпохи Николая I, король подавления восстаний. Вот, будет потом у нас ещё венгерское восстание, тоже там будет Паскевич. Ну, и папу Паскевич, я обожаю эту историю, как-то спросили, типа, а что, сын-то у тебя гений получается? Ну, такой известный, да, полководец, военачальник. Ну, и на что папа Паскевич сказал, что гений, то не гений. Ну, то есть, гений не гений не знают, а что маги, то маги. Ну, типа, что получается, то получается. Вот такие вот дела. Социальная сфера. Ну, любопытно, почему польское восстание в социальной сфере? Давайте посмотрим, что же у нас в сфере политической. Ну, и как я предполагал, но я ошибся, у нас в политической сфере, во внешней политике аж 71 пункт, а в административных реформах 9. Ну, что у нас тут? А, тут у нас классные вещи. Во-первых, реформа СИВК, собственного его императорского величества канцелярии, 1826 год. Смотрите, появление третьего отделения и, и, это важно, корпуса жандармов, смотрите, всего шесть отделений, появляется также дополнительно корпус жандармов, ну, и занимаются эти отделения, ну, в смысле, третье отделение, занимается политическим сыском. И первый руководитель – это Бенкендорф. Соответственно, третье отделение – это очень важное отделение СИВК, потому что на протяжении всего XIX века вопросы политического сыска, вопросы как раз-таки выискивания различного рода революционеров, террористов, это будет забота третьего отделения. И надо будет сказать, что с этой работой третье отделение будет справляться не очень хорошо. В качестве доказательств смерть Александра II можно привести. Ну, и кодификация законов – это 1826-1832 год. И это гигантский труд, с которым мог справиться только просто гений мысли, ну, и, соответственно, Михаил Спиранский – это тот человек, который это сделал. И были опубликованы кодифицированные законы Российской империи. Это прям очень... Так, ну, с административными реформами, думаю, тут все в целом-то понятно. Дальше у нас будет внешняя политика, и я прям предвкушаю. Так, во внешней политике. Уф, тут у нас чего только нет, друзья. Тут у нас чего только нет. Ну, давайте, давайте посмотрим. Во-первых, Кавказская война. Ну, мы с вами знаем, что Кавказская война идет с 1817 по 64 год. Вот ключевые люди, кого вы должны прям запомнить. Это Ермолов, мы о нем говорили еще в Александре Первом. Паскевич, Воронцов, Борятинский. Во время Кавказской войны начинается течение на Кавказе мюридизм и газоват. Соответственно, мюридизм – это национально-освободительная как раз-таки борьба кавказских народов. Ну, а в рамках мюридизма там стала распространяться газоват. Это священная война. И вот эти явления очень сильно обострили ход как раз-таки Кавказской войны. Ну, и закончится вся эта Кавказская война. Мы для ДГ ее особо не изучаем, поэтому можете расслабиться. Возникнет северокавказский имамат. Самым главным дядькой там будет имам Шамиль. Имам – это светский духовный лидер, но больше духовный. Ну, и 1834-1959 год – это время его имамата. И после падения аула Гуниба в 1859 году Шамиль будет взять в плен. Ну, и Кавказская война будет сходить на нет. Ну, и там из любопытных фактов, когда Шамиля будут вести в почетном плену еще по России, он будет смотреть вообще на страну, ну, блин, вот со всем этим мы воюем. Нифига себе. Сколько вас? У нас так мало, а мы так успешно воевали. Вот. Так что был впечатлен, короче, размерами страны. Что у нас далее? Русско-иранская война 26-28 годов. Закончилась она туркманчайским миром. Обычно эта война в ЕГЭ тоже особо не спрашивается. Мы должны с вами знать, что в выработке условий туркманчайского мира участвовал Грибоедов, которого впоследствии убьют. По этому договору к России присоединялась Восточная Армения. Это Эривань и Нахичевань. Персия выплачивала России контрибуцию. Ну, и Россия подтвердила свое право, исключительное право на флот на Каспийском море. Также 21-29 год это греческое восстание. Это один из интересных элементов 19 века, потому что в Наваринской битве очень редко спрашивается в ЕГЭ, но вдруг такое будет. Особенностью вообще этого восстания, чтобы вы понимали, это было восстание греков против Османской империи. Так вот, чтобы Османская империя не зарывалась, вместе выступили Россия, Англия и Франция, и это редкое явление в 19 веке, и, в общем, надавали туркам в Наваринской битве по жопе. Ну, так что запомните, пожалуйста. Можно выделить, потому что это действительно такой уникальный случай. Потому что в остальном они будут, они, в смысле англичане, французы будут боевать против России в 19 веке. Ну, скоро. Там Крымская война у нас впереди. Так, русско-турецкая война 28-29, закончится она Адрианопольским миром. Россия присоединит восточное побережье Черного моря, Устье, Дуная. Босфоры, Дарданеллы будут открыты для прохода торговых судов всех стран. Россия добьется внутреннего самоуправления Молдавии и Валахии, автономии Греции. Ну, и, в общем, если подвести, да, некоторый итог, вот тут, кстати, карты военных действий. Военные действия будут идти на Кавказе, на Балканах. Тут Девич, будет выход к Константинополю. Война будет очень и очень успешной. Но, в основном, она будет проходить больше на Кавказе. Соответственно, что нужно знать? Знать нужно то, что Россия в середине 19 века и дальше, ну, к середине 19 века и дальше, будет очень плотно заниматься вопросами как раз-таки балканских стран. И будет очень сильно за балканские страны ратовать. Ну, и, соответственно, это будет корнем преткновения с европейскими странами, с Османской империей. Потому что балканские страны, как раз-таки Молдавия, Валахия, да, там, где Дунай, Большая река, эти страны традиционно находились под Османской империей, а над этими странами там Австрийская империя. Поэтому интерес России в этом регионе, конечно, напрягал всю Европу. Ну, и, соответственно, увидим, чем это закончится в Крымской войне. 1833 год. Ункяр-Искелесийский договор. Соответственно, Россия добилась закрытия проливов Босфора-Дарданеллы для всех военных судов, кроме турецких и российских. И это, конечно, не могло не напрячь Европу, потому что, ну, фактически, Черное море оказывалось под контролем России. Поэтому, конечно, подсуетились англичане обязательно, и случилась Лондонская конвенция 1941 года. Понятно, что англичане здесь добиться того, чтобы разрешили проходить их военным судам, добиться на Лондонской конвенции этого бы не могли, но добиться того, чтобы любые военные суда не ходили через Босфоры-Дарданеллы в мирное время, они вот это смогли. Так что, получается, что те незначительные успехи, ну, или значительные успехи, наверное, так, правильно, которые Россия добилась в направлении с Османской империей, они были нивелированы Лондонской конвенцией 1841 года. Кроме того, кроме того, Россия подавила Венгерскую революцию 1849 год, как раз-таки, как раз-таки, давил эту революцию Паскевич, и все это приведет к тому, что Австрийская империя превратится в Австро-Венгерскую империю с 1867 года. Но в чем, в общем-то, будет идея? Идея заключается в том, что после подавления восстания в Австрии, причем Австрия – это лоскутная империя, там проживает куча народов, они сами не могли это восстание подавить, обратились к России за помощью. Так получилось, что Россия в лице либералов на Западе превратилась в страшного врага, в общем, во врага свободы. Ну, и, соответственно, Николай I превратил Россию в жандарм Европы. И это Западу, конечно, не понравилось. При этом сам Николай I был уверен, что после подавления венгерской революции Австрия будет России обязана, и когда будет начинаться Крымская война уже в 1953 году, там пройдется вот несколько лет, Николай I будет писать в своих письмах, что участие Австрии в помощи России в этой войне, ну, или там нейтралитет Австрии, да, который будет на стороне России, это вопрос вообще решенный. То есть даже думать не надо в этом направлении. А вот нифига себе. Николай I в общем и целом, смотрите, очень сильно просчитается. Я, соответственно, объясню почему, ну, очень коротко, да. Николай I будет думать, что австрияки точно поддержат, потому что, ну, мы им помогли. Соответственно, Франция не будет участвовать в войне, потому что там случилась революция, и во Франции будут свои внутренние процессы, у англичан тоже будут какие-то свои дела, ну, а австрияки нам должны. Вот так думал, соответственно, Николай I. А в результате у французов идея реваншизма за 1812 год, плюс, ну, как бы отвлечь население от внутренней борьбы, можно чем победоносной внешней войной. Англичане, естественно, не были заинтересованы в сильной России, поэтому присоединились к этому союзу, ну, а австрийцы заняли такой враждебный для России нейтралитет, когда русские войска не знали, ждать ли от австрийцев ударов в спину. Таким образом, фактически на старте Крымской войны Николай I полностью просчитался вообще дипломатически, и, конечно, Россия была втянута в эту войну очень и очень в неблагоприятных условиях, скажем так. Ну, война начнется, там, напомню, какой-нибудь повод, что основной спор будет за православные святыни, за ключи от Вифлеемского храма, потому что, ну, так, в целом считалось, у кого эти ключи, это от церковь и главнее. Традиционно эти ключи были у православного духовенства. Ну, и по требованию французского императора турецкое правительство передает ключи от Вифлеемского храма католикам. Там вспыхивает восстание православных, ну, недовольных этим решением, да. Соответственно, напомню вам, что Османская империя, ну, фактически добила Византию, поэтому христианское население Османской империи, это преимущество населения какое? Православное. Естественно, там начинаются волнения православных, и, естественно, турецкая армия эти волнения давит. Ну, Россия это стерпеть не может, ну, и, соответственно, вводит войска. Русские войска входят в Молдавию-Валахию в 1953 году. В ноябре 1953 года случается Синопское сражение. Сражение Нахимов, это победа русского флота. Нам с вами Синопское сражение нужно запомнить не только, потому что оно относится к Крымской войне, а потому что Павел Степанович Нахимов разбил турков, во-первых, очень быстро, за несколько часов, а во-вторых, потому что это было одно из самых последних, крупных сражений именно парусного флота. Также стоит запомнить высадку Англии и Франции в Крыму. Соответственно, смотрите, здесь что, ну, вам надо знать, да, смотрите. Сражение на реке Альми, фамилию Меншиков, но, но в данном случае я хочу сразу обратить ваше внимание на карту Крымской войны. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, во-первых, здесь есть такой крючочек от Крыма к Синопской бухте, да, вот Синоп, видите, такой крючок там есть. Это первое. А второе, посмотрите, пожалуйста, там, где Болгария, там написано Варна, и вы видите сосредоточение в Варне войск-оюзников Англии и Франции, и затем они вот двигаются из Варны в Крым. Какая там была предыстория, они в эту Варну пришли, и у них случилась эпидемия дизентерия. Старались они, короче, там, изо всех сил примерно месяц. Вот, и поэтому на месяц позже вторглись совместно англичане и французы в Крым. Но вам важно знать не то, что они там месяц обсирались, а то, что, соответственно, если вы на карте видите Варну, и стрелочки из Варны идут в Крым, это значит точно Крымская война. Ну, то есть, опять же, сначала смотрим, обращаем внимание на Синоп, но если Синопа мало, смотрим на Варну. Видим такую стрелочку из Варны в Крым, значит, это вот обсири едут нападать на Россию. Так, соответственно, в этом, в этой войне еще нас очень интересует оборона Севастополя, 54-55 год, командующие обороны Севастополя Корнилов, Нахимов и Стомин, герой обороны Севастополя Хрулев, Шевченко, кошка, матрос. Ну, и с потерей Малахова Кургана оборона Севастополя потеряет смысл, потому что с Кургана можно обстреливать весь город, и, соответственно, город будет сдан. Ну, и в качестве вишенки, наверное, на торте, я не знаю, русские войска возьмут Карс в 1855 году, но по большому счету, с потерей Севастополя война фактически будет проиграна. Ну, и война закончится парижским миром, будут возвращены все завоевания сторонами, Черное море будет объявлено нейтральным, то есть там не должны будут ходить военные суда, Россия потеряет Южную Бессарабию и откажется от протектората над Сербией, Молдавией и Валахией. Вот таким вот образом в результате, соответственно, дипломатических ошибок Россия фактически растеряет весь свой международный авторитет, накопленный за первую половину XIX века. И это очень и очень грустное событие, если честно. Крымская война, которая окажется катализатором будущих реформ, она покажет кризис крепостнической системы, она покажет, что Россия, ну, государство не самое передовое во многих вопросах, в частности, например, железных дорог не было, и провиант, и оружие, все это доставлялось в Крым как попало. Многие вещи приезжали уже пока ехали, они портились, они приезжали испорченными, ну и, соответственно, солдаты просто не могли нормально воевать. Опять же, есть еще такой вопрос про оружие, его нужно проговорить, что, во-первых, у России был флот преимущественно какой-то парусный, а у врагов был паровой, ну, пароходы были уже, да. Ну, вот это первое. Тут, наверное, с этим спорить неправильно. А вот есть еще один момент про нарезное и гладкоствольное оружие. Тут заключается в том, что у англичан и французов уже было оружие нарезное, это значит, что пуля дула, да, мушкет, оно было нарезанным и пуля, значит, закручивалась и дальше летела, мощнее летела, чем в оружии гладкоствольном. Но, но, суть заключалась в том, что в России такое оружие тоже было, но из-за того, что России пришлось сражаться и с Англией, и с Францией, и с Атманской империей, не было понятно, где будет нанесен удар по России. И поэтому конкретно в Крыму такого оружия не было, потому что основная часть этого оружия, которое было у русской армии, оно было сосредоточено в центральной полосе. Ну, и поэтому некоторые историки говорят, что вот как раз-таки поражение России зависело от того, что у России не было нарезного оружия. И в учебниках вы это можете увидеть. Соответственно, если вы вдруг напишите на ЕГЭ это как причину поражения, вам это зачтут, скажут. Да, да, вы правы. Но вы должны знать, что это, в общем-то, не совсем так. Так, ну что, внешнюю политику разобрали те четыре сферы, вот эти мы с вами сделали. Давайте посмотрим, что у нас тут. Тут у нас всеобщая история. 1830 год, революция во Франции. 1836-1848 год, чартистское движение в Англии. Почему чартистское? Слово хартик, да, борьба за права человека в Англии в 30-40-х годах. В общем и целом, чартизм это, чартизм, слово-то какое, да, как будто это чартик. Чартизм это борьба за социально-экономическое положение людей, за социально-экономические права в Англии, потому что там к этому моменту уже было достаточно много промышленных кризисов, огромное количество людей жило в нищете, было безработными, и поэтому люди, в общем-то, стали бороться за свои социально-экономические права, стали подавать хартик. Вот поэтому чартизм. Ну и 1848-1849 годы, весна народов, это революция в европейских странах. В том числе, мы с вами говорили, вот революция в Венгрии, которую подавлял Паскевич. Так, всеобщая история личности. Там терминов было меньше, ну да ладно. Личности, давайте пробежимся. Кто у нас тут? Кого мы должны знать? Бенкендорф. Бенкендорф, 26-й год, шеф жандармов и начальник третьего отделения СИВК. Бутурлин, сенатор, председатель комитета, комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений. Это высший постоянный цензурный орган, который, в общем-то, осуществлял цензуру. Бутурлинский комитет. Александр Герцен, революционер, писатель, философ. После того, как Герцен побывал в Европе, увидел революции 48-49-го годов, он понял, что революция это кровавое и страшное. И подумал, что в России все будет по-другому. То есть, если революция произойдет не условно во Франции, а в России, все будет иначе. И поэтому он стал разрабатывать идею, теорию русского социализма и стал одним из основоположников народничества. А в 1953 году основал вольную русскую типографию. Обличал самодержавие, вел пропаганду социалистических идей. А Ленин будет говорить о том, что декабристы разбудили герцог. Владимир Истомин, военный деятель, отличился в Наваринском сражении в 1927 году и герой обороны Севастополя. Погиб во время обороны Севастополя. Конкрин, государственный деятель, министр финансов. Мы с вами сегодня обсуждали его реформу серебряного рубля. Ильевский, русский религиозный философ, литературный отлетик, публицист, один из главных теоретиков славянофильства, старший брат Киреевского. Ну, это то, что мы не обсуждали во время правления, да, Николая I, была полемика, была дискуссия между славянофилами и западниками. Вот, соответственно, у нас тут Киреевские будут. А они кто? Они у нас славянофилы. Славянофилы будут говорить о том, что Петр I – это плохо, он Россию с исконного своего особого пути развернул. Ну, а западники, наоборот, будут говорить о том, что путь России – это путь Запада, ну и, соответственно, единая вот эта вот европейская цивилизация. Славянофилы и западники считаются самыми главными пустословами 19 века и над ними будут смеяться даже последующие поколения, потому что они в основном будут только теоретизировать и заниматься ничем конкретным не будут. Павел Киселев – член всех секретных комитетов о постепенном освобождении крестьян, и он провел реформу управления государственными крестьянами в 1937-1941 год. И надо сказать, кстати говоря, что человек, он был очень ответственным, и чтобы эту реформу провести наилучшим образом, сам ездил по деревням государственным и пытался понять, как же нужно сделать жизнь людей лучше. Так что человек важный и отдельный. Корнилов – вице-адмирал, герой обороны Севастополя. В 1934-1955 годах руководил подготовкой к обороне Севастополя и был ранен на Малаховом Кургане. Братья Критские – члены и основатели тайного кружка, которые считали себя последователями декабристов, выступали против монархии, выступали за конституцию, ну и, соответственно, верили, что, во-первых, царя надо убить, а во-вторых, что народ тоже должен в этом всем участвовать. Павел Нахимов – русский флотоводец, адмирал, в Крымскую войну командовал эскадрой. Мы сегодня с вами уже обсуждали, да, в Синопском сражении быстренько разбил турков. Был смертельно ранен во время обороны Севастополя. Карл Нисселероги – министр иностранных дел. Обратите внимание. С 1816 по 1856 год. В общем и целом неплохо проводил в жизни идеи монархов. Ну и в том числе, в том числе, он причастен к этой большой ошибке под названием «Крымская война». Он тоже предполагал, что никто не будет препятствовать России в ведении этой войны. Михаил Петрашевский – общественный деятель и чиновник Министерства внутренних дел, социалист. Он выступал за демократизацию политического строя, за освобождение крестьян с землей. Ну и устраивал сборище людей, которых называли петрашевцами. Михаил Спиранский, о нем мы уже говорили, государственный деятель, председатель департамента законов госсовета с 1938 года. И именно под его началом были составлены полное собрание законов Российской империи в 45 томах и свод законов Российской империи в 15 томах. Ну, полное собрание – это все законы, которые есть, а в 15 томах – это те, которые действуют. Тот Лебин – военный деятель, который в Крымскую войну руководил инженерными работами по обороне Севастополя. Был автором многочисленных трудов по инженерному искусству. Сергей Уваров – госдеятель, президент Академии наук, министр народного просвещения, который ввел эту самую формулу православия, самодержавия, народность, которая получила название «теория официальной народности». Имам Шамиль – предводитель кавказских горцев, лидер северо-кавказского национального освободительного сопротивления. В 1834 году он объединил горцев западного Дагестана и в Восточной Чечне, стал имамом и противостоял России. Вот дядечка очень-очень известный. Иван Паскевич – полководец, государственный деятель, дипломат, командующий русскими войсками в ряде крупных успешных компаний. Русская и русская война, турецкая война, польское восстание, венгерское восстание. Во всех ключевых сражениях этих военных компаний он победил. Поэтому Ивана Паскевича мы чтим и уважаем. Говорим себе, что он крутой. Ну, если хотите. Если не хотите, ну, наверное, не делайте. Иван Дибич – русский полководец, который одержал ряд тоже важных побед на Балканах. В русско-турецкой войне 28-29 года участвовал в подавлении польского восстания 30-31 годов. Александр Меншиков, военный деятель, проиграл Альнинское сражение в 54-м году, после чего отвел армию от Севастополя в направлении Бахчисарая. Ну, и накануне обороны Севастополя приказал затопить часть кораблей Черноморского флота у входа в Севастополь, чтобы предотвратить прорыв судов неприятелей. Ну, и Николай Пирогов, российский хирург, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии, которую он впервые применял в Крымской войне. Он считается еще основателем школы сестер милосердия. В общем, совершенно безумный с точки зрения крутости. Дядечка Пирогова не смейте на экзамене там спутать с кем-нибудь и не написать его. Он прям вообще боженька. Боженька военной хирургии. Вот у нас личности. Ну и что, и остались только термины. Давайте мы с вами эти термины разберем. А их немного, между прочим. Газават. Газават – это священная война мусульман против неверных. Имамат. Общее название теократического государства у мусульман, также государством мюридов в Дагестане и Чечне в 20-х годах 19 века. Славянофилы – представители направления русской мысли, ну, русской общественной мысли, которые исходили о том, что у России свой особый путь. Значит, кто относился? Это Киреевский, Кошелев, Самарин, Хомяков. Западники, противники славянофилов, направление русской общественной мысли, выступали за развитие России по западному пути, боролись с теорией официальной народности, критиковали самодержавие, крепостничество, ну и считали, что Петр I – главный молодец. Значит, кто? Чечерин, Каверин, Грановский – это вот известные западники. В общем и целом, что славянофилы, что западники были либералы, поэтому выступали за путь реформ и хотели бороться против крепостного права. Восточный вопрос. Принятая в дипломатии и в исторической литературе обозначение международных отношений или противоречий 18-19 веков, которые связаны были с наметившимся распадом Османской империи и борьбой великих держав за раздел наследства Османской империи. Корпус жандармов – это политическая полиция, которая просуществовала в России с 1827 по 1917 год. Петрашевцы – название членов кружков молодежи в Санкт-Петербурге, которые ходили на мероприятия Петрашевского и обсуждали вопросы политики, читали труды французских социалистов и были арестованы в 1849 году. Их приговорили к расстрелу. Среди них был также и Достоевский, но, соответственно, приговор был изменен на каторге и аресты. Обязанные крестьяне – это крестьяне, которые подписали с помещиком договор на основании указа 1842 года и были обязаны выполнять фиксированные работы за пользование землей. Но, как мы знаем, крайне невелик был процент таких крестьян, которых помещики перевели на это состояние. Ну и почетные граждане – это городские жители, которые имели привилегии. Особая прослойка, которая появилась после 1832 года, которая, в общем-то, предотвращала переход людей в дворянское сословие. То есть, с одной стороны, наделяла привилегиями, с другой стороны, защищала дворян от пополнения из социальных низов. Вот такая вот тема, дорогие друзья, эпоха Николая Первого. Ну, бодренько так мы ее обсудили. Надеюсь, что вам она там теперь чуточку понятнее. Ну и все на этом. С вами был Илья Хестракторович. И пока-пока. Продолжение следует...